Приветствую! Сегодня предлагаю мысленно окунуться во времена ранних земледельцев с точки зрения проблем, с которыми столкнулись люди в процессе перехода от охоты и собирательства к оседлой жизни в условиях густонаселённых поселений. Переход от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству в древнем обществе произошёл около 11-10 тысяч лет назад в Юго-Западной Азии. Это привело к значительным и относительно быстрым изменениям в образе жизни людей и социально-экономическим изменениям во многих частях планеты. Этот переход происходил независимо в разные периоды, как минимум из десятка первичных центров одомашнивания в Восточной и Западной Азии, Африке, Новой Гвинеи, Северной и Южной Америке, где это позволяли природные условия. Однако социальные, культурные, поведенческие и другие факторы, связанные со здоровьем и образом жизни, которые сопровождали этот переход, являются недостаточно изученными. Проще говоря, если представить образ жизни охотников и собирателей в сравнении с земледельцами, можно увидеть значительные отличия. Если раньше приходилось покидать места обитания в поисках добычи или кочевать вслед за животными, то теперь эти животные всегда были под рукой, а на полях произрастали злаковые, которыми можно было впрок запастись до следующего урожая. При этом этих запасов могло быть больше, чем смогла бы съесть семья. Неудивительно, что размножаться люди начали усиленно. Хотя замечу, что вышеописанное представлено в розовых красках и упрощено, чтобы мысленно погрузиться в атмосферу неолита. Потому как наравне с положительными появляются и отрицательные стороны такого образа жизни. Особенно, когда людей, занимающихся земледелием и скотоводством, становилось очень много в одном месте, как станет ясно из дальнейшего повествования. А также зрители позже поймут, что нельзя переносить представления о социальной организации в современном обществе на древние. Кстати, чтобы не пропускать новые выпуски, не забывайте включать уведомления YouTube и кликать на колокольчик под видео, потому как менее 10% подписчиков это сделали. А тем зрителям, которые смотрят видео, но не подписаны на канал, а таковых на минуточку 82%, предлагаю подписаться. Биоархеологическое исследование человеческих останков и их контекста из неолитического поселения Чатал-Хююк в древней Анатолии или современной Турции позволяет дополнить наше представление о жизни и проблемах первых жителей крупного поселения. А именно, какова была динамика численности населения, чем болели, были ли межличностные конфликты и т.д. Чатал-Хююк. Общие сведения Чатал-Хююк был населён с 7100 по 5950 год до н.э. Число его жителей варьировалось от 3500 до 8000, а по некоторым данным и до 10000. Кстати, это поселение включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Участок был обнаружен ещё в 1958 году, а раскопки выявили 18 последовательных археологических слоёв, обозначающих различные этапы поселения и эпохи истории за 1150 лет. Посёлок состоял полностью из жилых строений, без каких-либо явных признаков культовых и общественных зданий, но некоторые более крупные дома были довольно богато украшены фресками, а назначение некоторых комнат остаётся неясным. Это огромное на тот период поселение с плотной застройкой представлено необычайно и неожиданно сложной материальной культурой, включая настенные росписи, вырезанные из камня статуэтки людей и животных, могилы с хорошо сохранившимися человеческими останками и другие ключевые атрибуты развивающегося сложного общества. Всего было обнаружено 470 полных человеческих останков и ещё 272 собрано из вторичных и последующих погребальных контекстов. Большинство захоронений одиночные, с захороненными в согнутом положении, иногда с материальной культурой. Могилы устраивались преимущественно под этажами домов, на прямоугольных глиняных платформах вдоль северных и восточных стен центральных комнат. В общем, люди жили совместно с умершими, что-то там себе придумав символическое, а иногда и откапывали их, отколупывая некоторые части, особенно черепа и нижние челюсти. И только к концу заселения вторичные захоронения с предварительным естественным скелетированием вытесняют первичные, а общее количество захоронений в домах значительно уменьшается. Додумались почти за тысячу лет, что что-то делают не совсем правильно, ведь страшно себе представить, как это жить в доме со скелетами в полу, не говоря уже о побочных эффектах от первого времени после захоронения в помещении. Кстати, здесь учёных ожидали необычные результаты, потому как захороненные в одном и том же доме часто не были биологическими родственниками. Решение вопросов об образе и качестве жизни в крупном неолитическом поселении даёт уникальную перспективу для понимания уровня производства и потребления домашних продуктов питания, о количестве трудозатрат на производство этих продуктов, а также о типах и социальных поведенческих моделей, связанных с этими практиками. Период зарождения и эволюции оседлости от 7 до 9 тысяч лет назад был довольно непростым в истории этого сообщества. После относительно свободной жизни, зависящей от удачи на охоте или находки съедобных плодов, корней и так далее, наступило время, когда люди стали зависимы от домашних растений и животных, на содержание которых нужны трудозатраты и ресурсы. Климат стал играть большую роль, жильё требовало также ухода, и взаимоотношения с растущим населением, вероятно, тоже были непростыми. Периодизация 1150 лет истории заселения Чатал-Хююк условно разделено на три временных периода. Ранний – 7100-6700 г. до н.э., средний – 6700-6500 г. до н.э. и поздний – 6500-6950 г. до н.э. Изначально поселение состояло из нескольких глинобитных домов, занятых небольшой группой взрослых и детей. Дома из сердцового кирпича использовались несколько десятилетий или более, после чего на месте старого дома строились новые, иногда в четыре слоя. После своего основания община в Чатал-Хююк выросла к среднему периоду, достигнув пика численности населения от 3,5 до 8 тысяч жителей. Основываясь на количестве домов, размерах и плотности, в средний период наблюдалось быстрое увеличение численности населения и самый высокий уровень скопления людей в истории сообщества. А в позднем периоде жители начали покидать город, что привело к основанию нового поселения поблизости к Медному веку. Климатические изменения с уменьшением степени увлажнения территории, вероятно, привели к сокращению численности населения на Ближнем Востоке в Неолите, включая и Чатал-Хююк. Кроме того, большая численность населения в средний период отрицательно сказалась на местной экологии, включая уменьшение доступных древесных ресурсов для строительства и топлива и увеличение потребности в расширении пастбищных угодий. Ходить за дровами и выпасать скот приходилось все дальше от поселения, и скотоводам, вероятно, приходилось надолго уходить из дома со скотом, почти как охотникам за добычей. Условия жизни Интерьеры домов Чатал-Хююк имеют ряд характеристик, которые дают информацию о благополучии и санитарных условиях в обществе. Самое интересное, что улиц в поселении практически не было. Хаотичная застройка почти не оставляла проходов между домами. Некоторые входы в дома, служившие и вентиляцией, были только через крыши, которые могли быть своеобразными улицами. Внутренние стены и полы оштукатуривались и периодически многократно перемазывались белой известковой глиной. Раскопки домов показывают, что полы были относительно чистыми. Однако более детальный анализ стен домов, полов, захоронений и других контекстов показывает наличие заметного объема фекалий животных и человека. Более того, мусорные площадки, отхожие места и загоны для домашних животных находились в непосредственной близости от домов. Анализ образцов почвы позволил получить остатки яиц паразитов. Овцы являются общим промежуточным переносчиком паразитов к человеку и представляют собой серьезную проблему для здоровья, как и в некоторых современных сообществах. Эти обстоятельства указывают на то, что гигиена особо не соблюдалась. Жизнь в густонаселенном поселении способствовала бы передаче патогенов и увеличивала бы шансы локализованных инфекций через порезы и ссадины. Аналогичным образом, постоянная приверженность к производству и потреблению растительных углеводов играла бы центральную роль в развитии патологий полости рта, таких как кариес и периодонтит, что является обычным явлением в доисторических сельскохозяйственных обществах. По археоботаническим данным в Чатал-Фьюк было развито производство и потребление пшеницы двузернянки или полбы, а также однозернянки или зондурии. Помимо этого использовались ячмень, рожь, горох, чечевица и другие виды растений. Зерновые были основой в неолитическом обществе. Их можно было хранить и при необходимости употреблять в виде каш или хлебных изделий. Но потребление мягкой пищи часто способствует развитию кариеса и периодонтальных заболеваний. Из останков животных доминировали одомашненные овцы и в меньшем количестве козы. Помимо одомашненных животных, рацион включал ослов, зайцев, оленей, рыбу и моллюсков. Тогда, вероятно, еще не понимали, что ослов можно использовать с большей пользой. Изотопный анализ свидетельствует о перемещении стат животных на большие расстояния от Чатал-Хююк через равнину Конья. Людям приходилось все дальше отдаляться от поселения, чтобы выпасать скот. Это, вероятно, связано с увеличением численности населения и, соответственно, поголовья скота, особенно в течение среднего периода. Палеоэкологическая реконструкция ландшафта в окрестностях Чатал-Хююк во время первоначального поселения в раннем Голоцене совпадает с переходом от влажных к засушливым условиям. Эта реконструкция убедительно доказывает, что локальные участки в пойме вокруг сообщества были довольно сухими для посева, а также для эксплуатации древесных и глинистых ресурсов. Изотопный анализ Изотопный анализ скелетных останков представляет собой картину жизненного цикла ранних и поздних изменений в питании, начиная от момента отлучения от груди примерно в трёхлетнем возрасте и заканчивая преклонным возрастом. Рационы взрослых мужчин и женщин в целом схожи. Однако люди, похороненные в одних и тех же домах, питались по-разному, то есть они не сидели за одним столом. Вот и начинаются сюрпризы, связанные с организацией древних обществ. Этот вывод согласуется с такой моделью родства, в котором не все обитатели домов были биологически связаны. Хотя долгое время считалось, что останки взрослых и детей, погребённых в полах домов, были родственниками, причём подростки были детьми взрослых и внуками пожилых людей, и все они функционировали как социально-бытовая единица. Однако разнообразие рациона питания в домашних хозяйствах в сочетании с анализом фенотипических вариаций зубов указывает на то, что социальная организация, вероятно, не была основана на родстве. А также низкая фенотипическая изменчивость зубов у мужчин, в отличие от женщин, свидетельствует о вероятности патрилокального проживания после брака, что указывает на миграцию женщин между поселениями. Физические нагрузки, связанные с доступом к ресурсам Результаты исследований показывают, что по мере роста поселения жителям Чаталхиюк приходилось преодолевать всё большие расстояния, чтобы пасти скот, выращивать зерно и доставать древесину. Кроме того, данные предполагают участие детей в мероприятиях, связанных с трудом. Они указывают на увеличение механических нагрузок на скелет и продолжительности пути, которые преодолевали как дети, так и взрослые, при сравнении раннего, среднего и позднего периодов. Растущая мобильность свидетельствует об изменении образа жизни в ответ на возникшие потребности в передвижении, необходимые для доступа к продовольствию и другим ресурсам, подразумевая расширение географического ареала для выпаса скота. Биогеохимические данные также свидетельствуют об истощении ресурсов всё дальше и дальше от Чаталхиюк со временем. Здоровье Переход к земледелию и растущая зависимость от него в течение галоцена повлекли очевидные последствия для здоровья людей во всём мире. Непосредственная близость людей к одомашненным животным и человеческим отходам, а также недостаток питательных веществ в рационах на основе растительных углеводов, создавали проблемы для нормального роста и развития людей. Оценка состояния здоровья, основанная на росте и развитии зубов, а также скелета, соответствует данным и других археологических условий, демонстрирующих умеренную нестабильность роста в ответ на физиологический стресс. Дети в позднем периоде Чаталхиюк имеют меньший размер скелета по возрасту, чем в средний период, и этот фактор может отражать негативные условия жизни, в частности, недостаток ресурсов. Тем не менее, для всех подростков как с дефектами, так и без них, не наблюдается каких-либо серьезных отклонений роста и пропорций в течение всей истории сообщества. Также глобальные биоархеологические данные показывают тенденцию к повышенной распространенности костных заболеваний в популяциях земледельцев по сравнению с популяциями охотников-собирателей. Это свидетельствует о том, что большинство поражений является результатом инфекций, вызванных локализованными патогенными бактериями. Ранее, учитывая относительно малый размер социальных групп и небольшие временные поселения вплоть до позднего плейстоцена и раннего голоцена, маловероятно, что передача патогенов от человека к человеку была бы непрерывной. А появление густонаселенных оседлых сообществ, характеризующихся постоянным круглогодичным проживанием, скучностью населения, минимальной санитарией и скудным углеводным рационом, создает идеальные условия для эволюции, адаптации и передачи патогенных микроорганизмов от человека к человеку. Анализ гигиены полости рта демонстрирует повышенный уровень кариесозубов вследствие побочных продуктов, образующихся в результате бактериального брожения пищевых углеводов, крахмалов и сахаров, что сигнализирует о явной приверженности к производству и потреблению зерновых культур большинством жителей. У взрослых женщин кариес встречался чаще, в раннем периоде 10,5%, в среднем 12,9% и в позднем 10,4%, а у взрослых мужчин в раннем 9,7%, в среднем 10% и в позднем периоде 11%, что свидетельствует о немного большем потреблении домашних продуктов женщинами в течение жизни, чем мужчинами. Это также соответствует модели увеличения распространенности кариозных зубов в сельскохозяйственных популяциях во всем мире. Общая картина здоровья, условий жизни и поведения в Чаталхью-Юг и других неолитических районах Западной и Восточной Азии во многих отношениях схожа с той, которая наблюдалась позже во время зарождения и развития земледелия в Европе, а также в Северной и Южной Америке. Оценка насилия в межличностных конфликтах Анализ черепно-мозговых травм из археологических контекстов дает возможность проверить гипотезу о том, что жизнь в многолюдных оседлых сообществах способствует конфликтам с применением силы. В течение неолита Анатолии и Юго-Западной Азии, как правило, социальные обстоятельства межличностного насилия были весьма изменчивы. Потенциальные провоцирующие факторы насилия и общие контексты его присутствия включают растущую внутриобщинную и межобщинную конкуренцию за ресурсы, перенаселение, социальный или психологический стресс и другие обстоятельства. При анализе останков было выявлено много доказательств насилия в Чатал-Хююк. Из 93 проанализированных черепов у 25 были отмечены залеченные вдавленные переломы костей черепа, а у 12% травмы были получены повторно, до 5 в течение определённого периода времени. Их морфология позволяет предположить, что они были вызваны ударами по голове твёрдыми круглыми предметами. Найденные затвердевшие комки глины идеально подходят для этих травм. При этом у женщин травмы встречались чуть чаще – 13 случаев против 10 у мужчин, когда пол был чётко определён. Наиболее часто повторяющиеся травмы получали взрослые женщины. Эти травмы были нанесены либо сверху, либо сзади, когда жертвы не смотрели в сторону нападавших. Хронологически частота черепно-мозговых травм согласуется с гипотезой об увеличении межличностного насилия в среднем периоде за счёт изменения численности и плотности населения. Подобные связи с травмами и демографией были обнаружены и на других археологических участках. В целом, связь между социальными обстоятельствами и межличностным насилием является убедительной, особенно в густонаселённых районах и в сообществах, где люди были заняты относительно высокоинтенсивным сельским хозяйством. Выводы Исследование человеческих останков из неолитического поселения Чатал-Хьюк способствует лучшему пониманию образа жизни и поведения в древних обществах, особенно в тех, которые перешли к земледелию. Этот переход изменил как образ жизни людей, так и внёс фундаментальные перемены в питание, демографию и состояние здоровья. Однако важно отметить, что наблюдения, сделанные в Чатал-Хьюк, позволяют рассматривать проблемы здравоохранения, характерные и для многих современных сообществ, где чрезмерная зависимость от ограниченного ассортимента продуктов питания, особенно углеводов. Повышенное воздействие патогенов, происхождение и быстрая эволюция новых патогенов, а также беспрецедентное расширение населения, вызывают увеличение заболеваемости и смертности. Чатал-Хьюк продемонстрировал факторы, которые способствуют прекращению роста и развития популяций, повышению уровня заболеваемости и межличностных конфликтов, а также снижению качества жизни при демографическом росте. В общем, 9000 лет прошло, а проблемы всё те же. А всем удачи и не забывайте про колокольчик.